Пожары сопровождали людей на протяжении всей истории человечества. Крупные пожары имели катастрофические последствия, вплоть до полного уничтожения городов. До наших дней сохранились документальные сведения о наиболее разрушительных пожарах. Первое исторически достоверное свидетельство относится к временам Римской империи. В июле 64 года н.э., во время правления императора Нерона, в Риме произошел пожар, который уничтожил 10 кварталов города из 14, и был назван впоследствии Великим Римским пожаром. В 1452 году в Амстердаме возник пожар в одном из деревянных домов, который быстро распространился, и уничтожил три четверти городских строений. В 1666 году произошел Великий Лондонский пожар, который бушевал на протяжении четырех суток, выгорело 14 тысяч домов, без крова остались 70 тысяч человек. В истории Дании самый большой пожар произошел в 1728 году, когда сгорела большая часть Копенгагена. В ноябре 1775 года, после землетрясения в Лиссабоне начался пожар, который завершил полное уничтожение города, включая дворец короля. Во время Великого Чикагского пожара 1871 года погибло 300 человек, без крова осталось 90 тысяч человек. Что касается России, то она не является исключением. Горят Новгород и Псков, Москва и Смоленск, Рязань и Тверь, Кострома и Владимир. В 1212 году в Новгороде огонь превращает в пепелище 4300 дворов, гибнут сотни людей. Пожар 1354 года за два часа уничтожает практически всю Москву, включая Кремль и Посады. А огненная буря 1547 года уносит в столице несколько тысяч жизней. В 1812 году в Москве, захваченной войсками Наполеона, в начале сентября начался пожар, в котором сгорело почти три четверти столичных построек, и погибло 12 тысяч человек. Рассмотрим ситуацию с пожарами в современной России. Ежегодно происходит более 130 тысяч пожаров, в которых гибнет более 7 тысяч человек. Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе, примерно 70% от общего числа пожаров. Основные причины пожаров. Неосторожное обращение с огнем. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. А также поджоги. Очень сложная ситуация складывается с лесными пожарами. Ежегодно происходит около 11 тысяч лесных пожаров. Причинами большинства пожаров являются неосторожное обращение граждан с огнем в лесу, и грозовые разряды. Материальный и экологический ущерб от лесных пожаров весьма велик, а их тушение требует привлечения большого количества сил и средств. Огромный ущерб, наносимый пожарами, послужил причиной введения еще в средние века нормы и правил, направленных на предотвращение массовых пожаров и организации специальных противопожарных команд. В России работники пожарной охраны свой профессиональный праздник отмечают 30 апреля. Именно в этот день царь Алексей Михайлович в 1649 году подписал наказ о градском благочинии, устанавливающий порядок тушения пожаров в Москве. Это являлось по сути началом государственных мер по бережению от огня города Москвы. Впоследствии были изданы указы, определяющие ряд мер по обеспечению пожарной безопасности. Устанавливались правила использования открытого огня, градостроительные нормы и требования по оснащению зданий средствами тушения пожаров. При императоре Николае I в Российской империи началась планомерная организация пожарных команд и повсеместное строительство пожарных депо для их размещения. Одной из достопримечательностей русских городов, вскоре стала пожарная Каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия Каланча была самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села. К концу XIX века в России насчитывалось 590 постоянных профессиональных пожарных команд, 250 добровольных городских и 2026 сельских. Численность личного состава была порядка 84 тысяч человек. Большое развитие получила и система страхования от огня, как обязательного, так и добровольного. В 1904 году на петербургской фабрике Петра Фризе, впервые в России был построен пожарный автомобиль. Он имел двигатель мощностью 8 лошадиных сил и предназначался для доставки к месту пожара противопожарной команды из 10 человек. В состав оборудования входили две лестницы, стендер и рукава длиной 80 саженей. В том же году пожарный автомобиль на шасси от Даймлера был построен и на заводе Леснера. В 1913 году русско-балтийский вагоностроительный завод также выпустил несколько пожарных автомобилей. Но основной силой российской профессиональной пожарной охраны и пожарных добровольцев оставался конный пожарный обоз. В советское время продолжалось дальнейшее развитие пожарной охраны. 17 апреля 1918 года был подписан декрет об организации государственных мер борьбы с огнем. Этот документ заложил основу советской пожарной охраны, определил основные принципы ее построения, главные пути развития. Была намечена развернутая система мероприятий по предупреждению возгораний, включающая и проведение научных исследований, и подготовку кадров, и издание нормативных документов. На смену конным обозам пришли пожарные автомобили со специальными лестницами, насосами, цистернами и другими средствами тушения. В СССР было развернуто массовое производство пожарной техники, создана сеть учебных заведений для подготовки работников пожарной охраны. Велось активное строительство пожарных депо, расширялась водопроводная сеть, устраивались уличные гидранты. К началу 1980-х годов в составе пожарной охраны Советского Союза находилось около 200 тысяч человек личного состава, более 150 тысяч работников военизированной пожарной охраны. Было укомплектовано около 30 тысяч пожарных автомобилей различного назначения. В советское время было разработано и принято большое количество норм и требований пожарной безопасности, соблюдение которых контролировалось органами пожарного надзора. В последние годы 20 века пожарная обстановка в России заметно ухудшается из-за проблем финансирования, технического оснащения и комплектования кадрами необходимой квалификации. Резко возросла нагрузка на боевые расчеты. Необходимость реформирования системы пожарной охраны стала очевидной. На протяжении почти всей своей истории вопросы пожарной безопасности относились к ведомству внутренних дел. В 2001 году эти функции были переданы в введение МЧС России. Начался новый этап развития и модернизации всей системы пожарной безопасности. Начиная с 2003 года наблюдается устойчивый спад количества пожаров. Сейчас пожарная охрана вновь стала мощной оперативной структурой, способной решать самые сложные задачи по спасению людей и защите населенных пунктов страны от пожаров. В соответствии с Федеральным законом о пожарной безопасности, пожарная охрана – это совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. Пожарная охрана подразделяется на следующие виды. Государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана и добровольная пожарная охрана. Государственная противопожарная служба, в свою очередь, подразделяется на Федеральную противопожарную службу и противопожарную службу субъектов Российской Федерации. Федеральная противопожарная служба является частью системы МЧС России. В ее состав входят пожарно-технические, научные и образовательные организации, судебно-экспертные учреждения, органы государственного пожарного надзора, пожарно-спасательные подразделения. Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с региональным законодательством. Федеральные органы исполнительной власти и организации могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны. Порядок организации и условия службы определяются соответствующими положениями, согласованными с МЧС России. В качестве примера можно привести ведомственную пожарную охрану объектов железнодорожного транспорта, пожарную охрану лесного хозяйства, пожарную охрану воздушного транспорта. Добровольная пожарная охрана создается по инициативе физических лиц или общественных объединений. В стране насчитывается несколько десятков тысяч объединений добровольной пожарной охраны, в которых участвуют сотни тысяч человек. Важную роль в деятельности добровольцев играет Всероссийское добровольное пожарное общество. Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований. Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и в организациях, и оказывает услуги в области пожарной безопасности на основе договоров. Основными задачами пожарной охраны являются Организация и осуществление профилактики пожаров Спасение людей и имущества при пожарах Оказание первой помощи Организация и осуществление тушения пожаров И проведение аварийно-спасательных работ Одним из важнейших направлений работы по обеспечению пожарной безопасности является разработка и контроль за соблюдением норм, требований и правил, направленных на предотвращение пожаров и уменьшение ущерба от них. Важнейшие из них это Правила противопожарного режима в Российской Федерации Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Своды правил в области пожарной безопасности Для отдельных отраслей экономики разработаны специфические правила пожарной безопасности При проектировании и строительстве зданий и сооружений обязательно учитываются требования пожарной безопасности, например, в части горючести применяемых материалов, обеспечения эвакуации людей, противодымной защиты, применения огнезащитных составов и многого другого Соблюдение установленных требований пожарной безопасности является обязанностью всех организаций, должностных лиц и отдельных граждан Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности осуществляют органы пожарного надзора Органы пожарного надзора проводят проверки деятельности организации граждан, состояния зданий, сооружений, технологических установок и систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности По результатам проверок, государственные инспекторы могут выдавать предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, составлять протоколы и даже временно запрещать деятельность предприятий, учреждений, производственных участков, оказания услуг. Органы пожарного надзора ведут активную пропаганду выполнения требований пожарной безопасности, как составной части культуры безопасности жизнедеятельности населения. Проводятся внеплановые профилактические рейды, инструктажи населения в жилых домах-квартирах. Организуются учения и тренировки по эвакуации при пожаре, по использованию первичных средств пожаротушения, по оказанию первой помощи. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, органы государственного пожарного надзора отнесены к органам дознания. Служба дознания МЧС России организована по принципу круглосуточного оперативного реагирования на поступающие сообщения о пожарах. Ежегодно, возбуждается более тысячи уголовных дел, связанных с пожарами. В наше время расследование пожаров невозможно без использования последних достижений науки и техники. Для исследования пожаров и производства пожарно-технических экспертиз создана система судебно-экспертных учреждений МЧС России и экспертные подразделения Федеральной противопожарной службы. Для решения задач по тушению пожаров и спасению людей имущества при пожарах в Российской Федерации создано 85 территориальных и более полутора тысяч местных пожарно-спасательных гарнизонов. В них входит более 25 тысяч пожарно-спасательных подразделений. Они прикрывают более 95% от общего числа населенных пунктов, в которых проживает более 97% населения страны. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городах не превышает 10 минут, а на селе – 20 минут. Эффективность мер по обеспечению пожарной безопасности и тушения пожаров во многом зависит от применяемой пожарной техники. Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей, и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения, и включения исполнительных устройств в систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. К средствам пожарной автоматики относятся пожарные извещатели, приемно-контрольные и управляющие приборы, технические средства оповещения и управления эвакуацией, и другие приборы и оборудование. На ранней стадии развития пожара, он может быть ликвидирован или локализован с помощью стационарных установок пожаротушения. Эти установки могут приводиться в действие как автоматически, так и вручную. В зависимости от характера объекта для тушения пожара могут использоваться различные огнетушащие вещества, вода и водные растворы, пена, инертные газы, специальные порошки и аэрозоли. Для тушения небольших очагов могут использоваться так называемые первичные средства пожаротушения. К ним относятся переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и рукава, негорючие покрывало и пожарный инвентарь. Первичные средства пожаротушения имеются, как правило, на любом объекте, места и их расположение обозначаются специальными знаками. Применение этих средств требует наличия только элементарных навыков. Поэтому уметь использовать первичные средства пожаротушения множит и должен каждый человек. Быстрота и эффективность тушения пожаров во многом зависят от технического оснащения пожарных частей. В распоряжении пожарных имеется широкий спектр средств пожаротушения, от мотопомп до роботизированных комплексов. К пожарным автомобилям общего применения, которыми оснащены большинство пожарных частей, относятся. Пожарные автоцистерны, оборудованные пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи. Насосно-рукавные автомобили, не имеющие собственных цистерн, но за счет высвободившегося объема автомобиль имеет большее количество напорных рукавов, увеличенный объем пенобака и, как правило, увеличенный отсек боевого расчета. Также могут использоваться пожарно-спасательные автомобили с расширенным комплектом пожарно-технического вооружения и пожарные автомобили с насосами высокого давления, предназначенные для тушения пожаров в высотных зданиях и сооружениях. Для выполнения аварийно-спасательных и технических работ, связанных с тушением пожаров, предназначены специальные пожарные автомобили. Это пожарные авто-лестницы, автомобили газодомозащитной службы, автомобили дымоудаления, коленчатый автоподъемник, автомобили связи и освещения, технической службы и другие. Для тушения пожаров на нефтебазах, предприятиях лесоперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности, в аэропортах и на других специальных объектах, применяются целевые пожарные машины, такие как пожарные аэродромные автомобили, пожарные автомобили газового тушения, пожарные пеноподъемники. Для тушения пожара с воздуха, методом водной бомбардировки, применяются пожарные самолеты и вертолеты. Они способны за несколько секунд вылить на зону пожара тонны воды или иного огнетушащего вещества, и тушить пожар на территориях, доступных только с воздуха, притом на довольно большой площади. Например, природные пожары, крупные пожары на нефтепромыслах и нефтезаводах. Пожарные гидросамолеты и вертолеты могут дозаправляться водой, используя ближайший подходящий водоем, сокращая таким образом интервал между боевыми вылетами и уходя на авиабазу лишь для дозаправки топливом. Пожарные вертолеты широко применяются для борьбы с пожарами в условиях плотной городской застройки и для тушения пожаров в высотных зданиях и сооружениях. Пожары на железнодорожном транспорте отличаются сложностью в организации боевых действий подразделений пожарной охраны, обусловленной необходимостью выяснения физико-химических свойств грузов и отключения контактной сети. Значительную опасность представляют пожары в цистернах с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, жиженными газами, которые нередко приводят к взрывам, утечке и разливу продукта на значительной площади. В малонаселенной местности подъезд пожарных автомобилей к месту пожара может оказаться невозможным. Для тушения пожаров на объектах железнодорожного транспорта и в полосе отвода железных дорог создаются пожарные поезда, в подвижной состав которых входят вагоны-цистерны и вагоны с насосными установками, пожарным инвентарем и запасом специальных средств пожаротушения, а также для размещения личного состава. На российских железных дорогах функционирует более 300 пожарных поездов. Для борьбы с пожарами на судах, береговых сооружениях и в прибрежных зонах, морских буровых установках используются пожарные суда. К особенностям этих судов относится наличие систем орошения, которые обеспечивают защиту корпуса от воздействия высоких температур. Необходимая при тушении пожаров повышенная маневренность, обеспечивается мощными подруливающими устройствами. Основным средством пожаротушения служат водяные пожарные системы, состоящие из мощных насосов и пожарных лафетных стволов. На пожарных судах для нефтепромыслов стволы могут быть установлены на телескопических вышках и стрелах, которые используются также для высадки аварийных партий к очагам пожара и снятия людей с горящих судов. Кроме того, имеются специальные средства для борьбы с горящими на поверхности моря нефтепродуктами и устройства для локализации нефтяного пятна. Таким образом, в наше время пожарная охрана оснащена современными и эффективными средствами тушения пожаров и спасения людей, что в сочетании с высоким уровнем боевой подготовки личного состава, позволяет справляться с самыми сложными пожарами. Но очень много зависит и от действий людей, которые первые обнаружили пожар. Напомним простые правила. Действия работников организации при пожаре. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 112 или 101. Включить систему оповещения. Открыть двери запасных выходов и вывести людей в безопасное место. По команде руководителя, аварийно остановить производство, отключить вентиляцию и электрооборудование, перекрыть трубопроводы на магистралях подачи агрессивных и горючих газов и жидкостей. При возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Встретить прибывающие пожарные подразделения. Сообщить, где и что горит, и есть ли в здании люди. Как действовать при пожаре в жилом секторе. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 112 или 101. Оповестить других жильцов и соседей. Оказать помощь при эвакуации немощных и недееспособных граждан. При уходе из квартиры обесточить электросеть, перекрыть газ. При невозможности покинуть помещение из-за задымления, следует плотно закрыть окна и двери. Вывесить в окне простыню или иной очевидный знак, обозначающий местонахождение людей, и ожидать прибытия пожарных. И в завершении напомним, в основе большинства пожаров лежат нарушения установленных правил, норм и требований пожарной безопасности. Продолжение следует...